Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвьен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Кармы на такую тему. На что вам сегодня нужно обратить внимание? У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, хочу вас предупредить о том, что данный расклад действует именно в тот момент, когда вы его открыли, когда вы его смотрите. Даже если этому видео уже несколько лет, это не важно. Важен тот момент, когда вы решили посмотреть это видео. Также этот расклад обязательно несет для вас проработку каких-то негативных программ. Информация обязательно для вас полезна. То есть вы на что-то обращаете внимание. Высшие силы хотят именно сейчас обратить ваше внимание именно на это. Это важный момент для вас. Вот вы обратили на это внимание, сфокусировали его, да? И вы начинаете мыслить в том направлении, в котором вас направили высшие силы. Вы подумали, вы задумались, вы приняли информацию к сведению, вы ее применили. И у вас идет направление в сторону счастливого будущего, в сторону того, чтобы быть более счастливыми, чем вы есть сейчас. Решать какие-то ваши проблемы. Вот на что вам сейчас нужно обратить внимание. Цель этого расклада. Вы сфокусируете свое внимание на определенном, да, чем-то. И, естественно, решаются проблемы. Вы смотрите в нужную сторону. Это все для вас так полезно, что это как психологическая консультация онлайн. Это как проработка над этой исцелением. Поэтому обязательно сейчас сосредоточьтесь. Посмотрите на позиции. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Подумайте. И выберите одну карту. Может быть, даже не одну. Может быть, даже и две, три карты. Чтобы понять, на чем вам сосредоточиться, на что обратить внимание. Предупредить вас о чем-то. Или направить вас куда-то. Чтобы вы стали более счастливыми в этой жизни. Цель любого моего видео именно эта. Я соединяюсь с Творцом, я соединяюсь с Создателем, да, с Высшими Силами. Чтобы вы были более счастливы, чем до просмотра этого видео в любом случае. И начинаем. Первая позиция, на что вам нужно обратить внимание прямо сейчас. Мы здесь видим Рыцаря Жезлов. И это карта Завистник. Что можно здесь сказать? То, что, во-первых, кто-то вам завидует. В любом случае. И вам нужно обратить на этого человека внимание. Вам нужно понять, что, может быть, вам завидуют даже многие люди. А это значит, что есть чему завидовать. Вашим каким-то талантам, умениям. Вашему финансовому положению. Вашей красоте. А раз есть чему завидовать, значит, вы человек выдающийся. Значит, вы интересны чем-то. Значит, те, кто не могут достигнуть того же, чего и вы, сердятся, естественно, из-за этого. Но ваша самооценка, она должна быть на высшем уровне. И как реагировать на тех, кто вам завидует. Как обычно нужно реагировать. Если вы не замечаете этих людей, если вы не берете во внимание этот негатив, он просто не может достигнуть своей цели. Он не может вас разрушать. Более того, нужно быть более добрым. В любом случае. То есть, вам кто-то завидует, да. А вы погладьте по головке этого человека, если вы его заметили. И вы увидите, что из него выйдет сначала вся эта злость. Но она выйдет не на вас. Она выйдет мимо. Вы ее не воспримете. А потом человек, может быть, тоже подобреет. Ему станет легче, лучше. И ваши, может быть, даже отношения как-то улучшатся, наладятся. Каждый из нас, если обладает какими-то талантами или способностями, или, может быть, лучшей работой, чем у других, лучшим финансовым положением, лучшей внешностью, каждый из нас, естественно, окружен частью людей, которые ему завидуют. Это факт. Но вам поэтому высшие силы сказали, обратите внимание. Есть чему завидовать. Вы замечательный человек, интересный. Для многих интересный. И в любом случае есть те, кто еще и восхищается вами. Просто больше добра. И все будет нормально. Никто не сможет нанести вам вред и негатив. Вот такая позиция номер один. Позиция номер два. На что вам нужно обратить внимание прямо сейчас? Здесь вышла дама меча. Сиятельная дама. В этой колоде не те трактовки, что в классической. Сиятельная дама. Во-первых, на женщину нужно обратить внимание. На какую-то женщину, которая есть в вашем окружении. У нее в руках в любом случае все равно меч. То есть, несмотря на то, что она дама-то сиятельная, красивая. То есть, вам нужно обратить внимание на красивую, молодую, возможно, женщину. Или женщину, даже если она в возрасте, но она тогда полностью следит за собой. Но в то же время она с мечом. И она может рубить этим мечом. Она может быть очень строгой. Но, допустим, если вы сейчас подозреваете, что вам нужно обратить внимание на начальницу. Да, высшие силы направляют ваш поток мыслей на эту женщину для чего-то. Вот, допустим, возможно, вы находитесь под присмотром этой женщины. То есть, если это ваша начальница, то вы сейчас понимаете, что на вас идет повышенное внимание от нее. И то, что у нее в руках меч, это означает, что от нее может быть какой-то претензия, какой-то строгий выговор, какие-то замечания для вас. И вы их можете предупредить, эти замечания. То есть, вести себя определенным образом. Дальше. Если вы подозреваете в этой женщине соперницу. Пусть это дама сиятельная, но она ваша красивая соперница. То карта может это означать, что, обратите внимание, у вас есть соперница. Она строит против вас козни. Она хочет рубить вас мечом. И вам нужно оберегаться в первую очередь. Если это дама сиятельная, вы сама. Почему бы и нет? То меч, он вас нисколечко не красит. То есть, вы красавица, умница. У вас есть куча разных достоинств. Но меч надо из рук убирать, потому что люди его боятся. Люди боятся. Люди шарахаются от этого меча. Люди думают, что вы более агрессивны, чем есть на самом деле. И если вы станете более добры к людям, перестанете проявлять какую-либо агрессию, либо выглядеть строгой, то люди-то потянутся. Люди станут к вам относиться гораздо теплее. Потому что вы сами потеплели. Потому что они вас зеркалят в любом случае. Также, если мужчина гадает, ему нужно обратить внимание на какую-то женщину. Она может быть очень красивой, мудрой, но она может быть и строгой. Эта женщина сейчас влияет на вашу судьбу. Она принимает какие-то решения или просто может оказать содействие, даже если это деловая женщина. Поддержать вас, подтолкнуть куда-то в жизни. Либо, если это любимая ваша женщина, вам нужно ее обнять, а меч у нее из рук вытащить. Потому что мало ли, что женщина может с острым оружием наделать. Вот такая позиция номер два. Третья позиция. На что вам нужно обратить сейчас внимание? Стройка пентаклей. Хорошие тенденции. Вам нужно обратить внимание на то, что вы можете взять удачу за хвост. И продвинуться по службе, по карьерной лестнице. Также, если вы сейчас обратите внимание на какую-то определенную свою деятельность, что ее можно расширить, что ее можно усовершенствовать, то у вас будут очень большие перспективы по развитию этой деятельности. Возможно, вы задумали какой-то проект, новый бизнес. Или устроиться на новую работу. И карта вам говорит, дерзай, у тебя все получится. Тебе это принесет большие доходы в будущем. Также, может быть, вы решили заняться определенным творчеством, или эзотерикой, или еще чем-то. Карта говорит, учись, делай. Все в твоих руках, и обязательно ты достигнешь успеха в этом. Карта намекает на продвижение вперед, в любом случае. И именно в гору. То есть идет рост доходов, идет продвижение по карьерной лестнице, идет продвижение бизнеса, идет рост авторитета вашего в обществе или в окружении. Понимаете? Кто-то восхищаться вами начнет в скором будущем. Вот о чем предупреждает эта карта. Обрати внимание, ты на пороге изменений в своей жизни. Ты станешь более богатым, более известным, более крутым человеком. И люди начнут тебя оценить. Вот что самое важное. Вот такая позиция номер три. Четвертая позиция. На что вам стоит сейчас обратить внимание? А вот здесь мы видим девятый аркан. И этот аркан показывает сверхдушу и внутреннее пространство. Нужно каким-то образом, во-первых, помедитировать, успокоиться, сосредоточиться, заглянуть внутрь себя, разобраться в себе. Сейчас для вас это крайне важно. Внутреннее развитие, духовное развитие – это для вас та ступенька, которую вам нужно достигнуть. Это то, что следующее в вашем развитии. То есть, возможно, вы уже добились очень многого на профессиональном поприще. Возможно, вы человек известный, талантливый, уважаемый. И, естественно, высшие силы требуют настоятельно, чтобы вы начали развиваться духовно. Может быть, вам даже советуют заняться йогой для личного здоровья и развития. Может быть, вам нужно освоить медитацию, мантры. Но карта напрямую показывает. Ты очень многого добьёшься широтой своей души и любви. Любовь нужно культивировать в себе. Многое вы в этой жизни уже понимаете. Уровень у вас очень серьёзный. Душа у вас старая. Она пришла в этот мир, чтобы просвещать окружающих. Но для того, чтобы начать просвещать, нужно сначала углубиться в себя, разобраться в себе. Здесь идёт рост сердечной чакры. Она здесь увеличивается. И карта показывает, что нужно любить мир. Любить всех вокруг, все существа, так скажем. И карта показывает, что вы можете нести в мир, в будущем, какую-то духовную практику, какие-то мудрые советы давать, проводить даже, может быть, консультации или вести определённый блог. Для вас это очень будет важно. Важно показать миру, показать людям, что можно продвинуться в развитии в духовном, так, как вы, то есть на своём примере. И люди будут идти за вами. Но перед этим углубитесь в себя, разберитесь в себе. Почитайте какие-то, может быть, даже книги по духовному развитию. Вот такая вот карта номер 4. Пятая карта. На что вам сейчас нужно обратить внимание? Четвёрка меча выпала. Притворщик. Кто-то в вашем окружении, к сожалению, носит маску. Этот человек притворяется, очень много притворяется. И вам кажется, что рядом человек, который в вашем окружении есть, он, допустим, хороший, ведёт себя определённым образом. Но на самом деле это иллюзия. Когда-то вы узнаете правду, и высшие силы напрямую намекают вам, обрати внимание на своё окружение. Кто-то, возможно, из-под тяжка желает тебе зла, но ты этого не понимаешь. Ты либо дружишь, либо крутишь любовь с этим человеком, а тебе делают какую-то гадость. Вот. Есть человек, который заинтересован в том, чтобы навредить, в том, чтобы как-то подставить. Может, это по работе человек. Вам нужно разобраться. Вам нужно сейчас принять к сведению и потихонечку-потихонечку просматривать окружающих людей. Возможно, вы часто закрывали глазки на окружающих и на их поведение. А звоночки-то они уже есть. Такая позиция номер пять. И шестая позиция. На что вам сейчас нужно обратить внимание? Нулевой аркан. Маха-мантра. Ну, что мы здесь можем сказать? Во-первых, эта карта показывает, что у вас идёт большая перемена в жизни. Сейчас, в данный момент. Вы переходите на следующий уровень. На следующий уровень развития. Может быть, вы в прошлом прошли огонь, воду и медные трубы. Может быть, вы много страдали, переживали в последнее время. И казалось, что выхода из положения уже нет. Так вот, карта говорит о том, что есть выход из положения. И вы скоро вступите на новый путь. И всё у вас станет гораздо лучше, чем было раньше. Вы как будто бы получите второе дыхание с помощью чего-то. У вас пойдёт духовный подъём. У вас пойдёт любовь к миру. У вас пойдёт внутреннее счастье какое-то, самоощущение. И вы расслабитесь. Вы расслабитесь и как будто бы сбросите с себя огромный, тяжёлый груз, проблем, тонну проблем, просто с себя сбросите. И поймёте, что вы свободны. Вы свободный человек. И никто не сможет вами управлять. Никто не сможет вами помыкать. А как-то так трансформируетесь в своей жизни, что вам станет просто без разницы на какие-то вещи. То, что вам казалось очень важным, то, что вас тянуло вниз, это всё отпустите, как тяжёлый груз. Сбросите с себя эти акулы. Также для тех, кто ждёт ребёночка, конечно, карта говорит о том, что новая жизнь может прийти в вашу. И, может быть, новая душа посетит вашу семью. Такие знаки тоже есть. Вот такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации, поясновидения, на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. До новых встреч.